здравствуйте дамы и господа поговорим о таком привычном сахалинском явлении как беспредел на дорогах нарушениях наших прав во время операции периода путина но часто мы едем на дорогах видит сотрудников министерства внутренних дел которые хотят досмотреть наши машины по неизвестным причинам ссылаясь на время путина и говорят что вот нам на разводе сказали досматривать машины если есть рыба и и изымать а если много изымать если мало пропускать вот я как-то взял и решил пойти на принцип то есть вот обратился к начальству мвд и спросил а сколько собственно это много сколько мало и кто определяет и взял и подал официальный запрос но это вызвало легкий такой суппор у начальников то есть они начали писать отписки там мвд начала говорить что она только не являет ни про никого не проверяет она не является экспертом и отправила меня в природоохранительное письмо природоохранную прокуратуру долинского района прокуратура природоохранная прокуратура ответила что любой вбр когда у которой мы перевозим своей машине мы необходимо необходимо подтвердить документально о легальности его добычи то есть по их ней логике купили вы банку с аэр или там поймали пять красноперок вас на сотрудник мвд остановил на дороге в период операции путина и говорит вот ребята с кт у нам сказала природоохранка сказала вы докажите что вот эти три красноперки и вот это банка с аэры добыты легально есть такие документы если нет мы вас их взимаем ну я проявил дальше принципиальность пошел дальше начал написал что да и считаю что в этом обращении нет ни одной ответе нет ни одной ссылки на конкретную норму закона прошу мне разъяснить обратился там генеральную прокуратуру генеральная прокуратура отправила в областную прокуратуру областной прокурор ряба все таки ответил мне что вы знаете мазарчук александр александрович требования вернее перевоз рыбы в личном авто не является нарушением законодательства а вот требования документов на перевозимую рыбу является нарушением российского законодательства, так как закон не устанавливает норму таких требований. То есть, господа милиционеры, хочу вам напомнить, или полицейские, я не против сотрудников младшего звена. Но вы учтите, у меня вот был суд с сотрудниками полиции однажды, что меня не пускали в Охотское. И я там подал на основании приказа начальника ДПС области. И я подал на сотрудника ДПС области в суд. И вот там на какой-то там серии этого суда встает представитель начальника ДПС области и говорит, Александр Александрович, а чего решили, что должен отвечать начальник ДПС области? Ведь каждый сотрудник МВД имеет юридическое образование. Каждый должен понимать, что не пропуская вас в поселок Охотское или требуя перепровоз рыбу, он нарушает российское законодательство. То, что они там выполняют какой-то приказ, это их ни в малейшей степени оправдывает. Вот давайте вот конкретно, вот вас не остановили, я даже их не спрашивал, они принесли список этого экипажа, там, допустим, старший лейтенант Иванов Петров Сидоров. Вот давайте накажем старшего лейтенанта Иванова Петрова Сидорова за их конкретное нарушение закона. Вот так вот, то есть вы поймите, что когда вы выполняете ваши эти вот эти приказы с периода Путина, это не освобождает вас, господа сотрудники полицейские, от вашей личной ответственности, судебной ответственности. Легко можно вас подвести под нарушение законодательства и пойдете, вот как и я, в народное хозяйство. Будем на общих основаниях вместе с вами копыть. Ну дальше, охрана рек. Вот недавно наловил в Сирсовке, ловил, там, поймал, что 20 горбуз. Смело, умело, на розовый чертик, прихожу в машину, уже погрузил в машину, там уже машина на стоянке стоит, подвигают какие-то там три человечка, пытаются перегородить мою машину своим джипом. И говорят, а не дофига ли вы тут рыбы поймали, не могли бы вы нам показать? Я говорю, ну ребят, все, что поймал, это мое, не ваше. Показать я могу только сотруднику Министерства внутренних дел по решению суда на досмотр моей машины. А вы, бать вас никто, вас там наняли для охраны какого-то имущества, вот идите охраняйте имущество, не лезьте ко мне. Вы, в принципе, даже мне рыбачить не имеете права мешать. У нас в Конституции написано «право на отдых». Вы считаете, что если я нарушаю правила, вы можете вызвать сотрудника представителя рыбнадзора, который является экспертом. Ни один внештатный сотрудник, охранник речки, там только все надо в кавычках надо ставить. Потому что если сотрудник нештатный, он как бы не должен за это деньги получать. А вы получаете, то есть вы нарушаете законодательство, вас приняли на работу, вот реально вы работаете, получаете деньги, там работаете какое-то количество часов. То, что с вами договор они заключили, это ваши проблемы. Но вы работаете, вы на службе, вы наемные работники. И при этом эти наемные работники прикрываются тем, что они общественные инспекторы. Общественные инспекторы, они работают, они охраняют реки в свободное от работы время. То есть, был ты там врачом до обеда или слесарем, есть у тебя выходной, вот свой законный выходной, как и я, можете охранять реки. Придите в рыбнадзор, скажите, вот у меня есть выходной, там 6 часов. Хочу помочь вам в вашей нелегком труде, так как болею душой за сахалинскую природу. Всегда буду за такой труд. Приходите, работайте бесплатно, в свои выходные, там, после работы, но без денег. Понятно? А пока вы, звать вас никто, сами вы не прав, у вас никаких, господа общественные инспекторы, или как вы там, охранники речи, голубой патруль наш. Тем более, снасти у меня разрешенные. Даже если я загрузил эту рыбу в речку, ну, там 51 метр, уже не водоохранная зона. Все. Согласно закону, я там хоть ее тону загружу. А что у меня в мешках там, красная икра или черный торф, это уже не ваше дело. До свидания, господа. Всем рекомендую проявлять активную позицию, бороться за свои права, как в период Путина, так и в все другие периоды на Сахалине. До свидания.